Это написано из Японии, эпоха открытия Японии и миру. Появляется масса интереснейших документов. Например, появляются гравюры, которые распространялись на улицах, где изображены европейцы. Европейцы все на одно лицо. Страшные, красные, рыжие и с длинными носами. Это понятно. Но появляется масса совершенно, казалось бы, ненаучных деталей, которые на самом деле создают телескопичность видения. «Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись, пока не настанет последний день», – писал Киплинг. «И вот Запад обращен к Востоку. Восток хлынул на Запад. И чтобы человечество избежало последнего дня, пророки учили, мир един в своем многообразии». Люди плохо слышат мудрецов человечества. Вот это самое такое печальное удивление. В Индии очень интересно, это я много раз это проверял. Вы садитесь в поезд, с вами сидят в купе какие-то малоприятные бизнесменчики маленькие. Поезд трогается, они начинают говорить о Боге. Они говорят о Боге, слышат мало. А тут все очень непросто. Есть одна новая индийская поговорка, современная. «Мир оглох от хороших слов». То есть слова-то хорошие научились все произносить. А надо вникнуть в их суть. Нужно их услышать сердцем. Мир объединяется на негативе, потому что позитив сложнее, позитив дольше. И все равно мы все востоковеды, мы должны зажигать свою свечку, ставить в темном поле, потому что когда поле до горизонта темное, она – это тьма. А стоит одна свечка – это уже свет и тьма. А стоят несколько свечек – тьма отступает. Продолжение следует...